здравствуйте меня зовут вавилова оксана николаевна я старший преподаватель кафедры архитектура и дизайн карагандинского технического университета продолжаем изучение дисциплины дизайн-проект детской игровой площадки для специальности дизайн тема 2 типология детских игровых площадок лекция 7 8 типы парковых площадок на прошлой лекции мы с вами начали говорить о типологии детских игровых площадок и рассмотрели типологические особенности площадок для разных возрастных групп однако детская площадка состоит не только из возрастных зон но ее дополняют и по различные парковые площадки мы на сегодняшней лекции рассмотрим особенности проектирования таких площадок цель нашей лекции ознакомиться с типологическими особенностями парковых площадок изучить особенности проектирования площадок для отдыха тихих игр спортивных площадок получить представление об организации спортивных площадок в жилой территории план лекции 1 типы парковых площадок 2 площадки для отдыха 3 спортивные площадки 4 площадки 4 рекреационно-зрелищные зоны 5 площадки для активной деятельности первое типы парковых площадок зоны отдыха должны отвечать разнообразным потребностям городских жителей всех возрастов они могут располагаться в парке или сквере в жилом микрорайоне на улице или площади рядом с государственными учреждениями или на территории промышленного предприятия и так далее наиболее распространенную группу составляют специализированные детские площадки о которых мы говорили ранее детские площадки в парке могут быть предназначены для одиночного семейного или группового отдыха в зависимости от своего назначения они делятся на зоны для спокойного отдыха зрелищ и развлечений таких как пикники культурные мероприятия созерцательный отдых виды и просмотр экспозиции солярий и другое основные типы парковых мест рекомендованы в таблице 1 давайте посмотрим какие могут быть парковые площадки это разгрузочные у входов назначение обеспечения удобного входа и выхода из парка размер этих площадок рассчитывается с учетом пропускной способности отходящих от входов аллей площадки для отдыха малые средние и большие предназначены для чтения и отдыха в шезлонгах и камаках видовые парковые площадки созерцание интересных ландшафтов и парковой архитектуры для культмассовых мероприятий это проведение лекций концертов и других массовых мероприятий танцевальные площадки проведения танцевальных вечеров и мероприятий игровые площадки о которых мы говорили ранее сейчас мы на них останавливаться уже не будем спортивные площадки могут быть для детей и подростков и для взрослых людей а также игровые комплексы для детей до 14 лет второе площадки для отдыха детские площадки для отдыха могут ограничиваться декоративными покрытиями или скамейками на подпорных стенках насаждения на площадках могут быть заключены в ограничители со скамейками деревья могут заменять теневые навесы микрозоны разделены стенками насаждениями и искусственным микрорельефом здесь также могут быть места общего пользования где могут отдохнуть жители всех возрастов специальное оборудование декоративные приспособления насаждение все это делает каждый участок уникальным который композиционно связан с прогулочной функцией бульвара места для отдыха также размещаются непосредственно возле производственных и бытовых помещений на крышах террасах и в направлении движения к пунктам питания примерные показатели зон малоподвижного отдыха приведены в таблице 2 к этим местам относятся площадки для индивидуального отдыха площадки для чтения и тихих настольных игр прогулочные дорожки для тихого отдыха площадки для шумных настольных игр прогулочные дорожки для шумного отдыха площадки для зрелищ выставочные площадки места для курения солярии и аэрации комбинированные площадки для ожидания средними ориентировочными показателями являются 0,75 1,36 квадратных метров на одного посетителя участки предназначенные для отдыха небольшого количества людей могут быть изолированы друг от друга с помощью подпорных стенок альпийских горок зеленых холмов вертикального озеленения в случае в случае когда в одном дворе располагаются две или более зоны отдыха желательно формировать их с отличительными особенностями что внесет разнообразие в ландшафт то есть не делать их одинаковыми они могут быть выполнены при одном стилистическом решении использовать одни и те же конструктивные схемы но они должны принципиально отличаться чтобы обогатить территорию однако использование большого количества элементов дизайна снижает художественную выразительность площадок они должны быть оборудованы и оформлены просто, лаконично и красиво зоны отдыха также могут быть расположены вдоль пешеходных дорожек аллей и тротуаров на них удобно отдыхать прогуливаясь и возвращаясь с работы они необходимы пожилым и больным людям прогулки которые всегда связаны с необходимостью периодического отдыха оборудование таких площадок как правило состоит из скамейки для кратковременного отдыха установлены в нише зелени под кронами деревьев или просто на обочине дорожки на рисунке 3 представлен пример оборудование площадки для отдыха на открытой на открытой площадке в виде своеобразных кабинок предназначенных для общения чтения и игры в тихие настольные игры на участке предназначенного для спокойного отдыха могут быть размещены зоны для настольных игр шашки, шахматы и чтения они должны быть оборудованы навесом легкой конструкции или зонтиком для защиты от солнца и дождя столами, скамейками или отдельными сидениями благодаря посадке деревьев и кустарников зоны настольных игр будут изолированы от окружающей территории детские площадки для шумных настольных игр расположены не менее чем в 20-30 метрах от жилых домов они оборудованы стационарным столом с камьями вокруг него или с обеих сторон мусорным контейнером размер игровой площадки составляет 12-15 квадратных метров на один стол большую роль в оформлении площадок играют покрытия которые могут быть изготовлены из различных материалов очень интересно смотрятся покрытия из натурального камня плоской формы щели которого заполнены гравием или газоном а также железобетонные плитки с зазорами и вставками газона такие покрытия экологичны хорошо отводят и дренируют воду не скользкие во время осадков и прекрасно вписываются в окружающую природную среду рекреационные пространства и места для настольных игр размещаются на жилых территориях в парковых и зеленых массивах города такие зоны должны быть изолированы не иметь транзитных пересечений в отдалении от транспортных потоков и парковочных мест обязательными являются зеленые защитные насаждения не менее 3 метров оптимальный размер участка 50-100 квадратных метров размер индивидуальной зоны не менее 15-20 квадратных метров допускается совмещение тихих зон отдыха с детскими площадками не рекомендуется совмещать спокойный отдых и шумные настольные игры на одной площадке на территориях парков рекомендуется организовывать газоны для отдыха на траве в обязательный перечень элементов комплексного озеленения на рекреационной площадке входят твердые поверхности элементы сопряжения поверхности участка с газоном ландшафтный дизайн скамейки для отдыха скамейки столы урны не менее одной на каждую скамейку осветительное оборудование рекомендуется проектировать поверхность участка в виде клеточного покрытия при совмещении зон отдыха и детских площадок не допускается установка твердых видов покрытия в зоне проведения детских игр предлагается использовать периметральное озеленение одиночные одиночные посадки деревьев и кустарников цветники вертикальное и мобильное озеленение площадки лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников покрытия из видов трав устойчивых к вытаптыванию нельзя использовать растения с ядовитыми плодами на рисунке 10 мы видим пример площадки лужайки осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения территории на которой расположенная организуемая площадка минимальный размер площадки для настольных игр с установкой одного стола со скамьями составляет 12-15 квадратных метров третье спортивные площадки вообще городских парках обычно организуются места для занятия физкультурой которые включают в себя дифференциацию их по различным возрастным группам при размещении физкультурно спортивных сооружений в микрорайонах следует учитывать их деления для самостоятельных и организованных занятий физкульт физической культурой подростков и взрослых а также площадки для занятий и игр для детей дошкольного и школьного возраста на рисунке 11 представлена микрорайонная спортивная площадка в которую входят несколько спортивных полей и точечное оборудование для занятия физической культурой а также включает в себя беговую дорожку комплексные игровые площадки для детей трех десяти лет состоят из игровых территорий для подвижных игр а также спортивный инвентарь и подвижные приспособления на детских площадках для дошкольников рекомендуется сделать плиточное покрытие для детских колясок которая занимает 15 процентов площади всей игровой территории на площадках для дошкольников и младшего школьного возраста пространство для массовых подвижных игр занимает 65 и 75 соответственно спортивные приспособления 20-25 процентов допускается комбинированное устройство комбинированных игровых площадок для детей от 3 до 13 лет на них зона спортивных устройств занимает 30 процентов для игр 70 то есть чем старше возрастная группа тем больше процент занимает свободная территория для подвижных игр и занятия спортом детские спортивные площадки должны должны быть проветриваемы и изолированные в течение 5 часов 5 часов дневного света они должны быть изолированы поверхность покрытия обеспечить обеспечивать удаление дождевой воды а не пыли легко очищаться и быстро высыхать входы на детские площадки и спортивные организуются только с внутриквартальных пешеходных дорожек а не с улиц или проездов что обеспечивает безопасность детей велосипедные дорожки организуют шириной 1,2 до 1,5 метров и укладывают рядом с участками на зеленых насаждениях не ближе 5 метров к проездам рядом со спортивными площадками для владших школьников устанавливаются плавательные бассейны для старшеклассников и взрослых в микрорайоны построены спортивные площадки следующих размеров баскетбол 26 на 14 метров волейбол 20 на 18 метров настольный теннис 4,5 на 7,7 метров детский хоккей 40 на 20 метров бадминтон 13,4 на 6,1 метров городки 30 на 15 метров теннис теннисный рекорд 36 на 18 метров размеры различных спортивных детских площадок детских приведены на рисунке 12 площадка для игры в лапту площадки для игры в крикет площадка для мини-футбола для малышей площадки может быть надувной мобильной как представлено на рисунке площадка для игры в мини-волейбол спортивные площадки могут быть расположены либо на территории микрорайона либо отдельно либо в единице в едином комплексе например площадки для самых активных игр можно расположить на одном блоке допускается установка комплексных площадок таких размеров которые будут соответствовать различным платформам для различных игр по желанию игроков размеры сложных участков могут составлять 65 на 36 метров до 36 на 24 метра такие площадки размещение таких площадок и организация уместно на тех территориях которые ограничены в площади и их посещает не столь много игроков не возникает конфликтной ситуации в какую игру данный момент играть более того такие универсальные спортивные площадки зимой могут использоваться в качестве катка чтобы создать максимально комфортные и равные условия игры команд спортивные площадки ориентированы так чтобы солнце не слепило глаза на восходе или закате солнца в связи с этим наиболее рациональной ориентацией спортивных площадок является их длинная сторона с севера на юг то есть приемлемо расположение с севера на восток с севера востока на юго-запад и с севера запада на юго-восток в зонах затенения запада можно разместить длинную сторону площадки с востока на запад учитывая высокую вероятность игры в вечернее время на рисунке 18 представлена ориентация спортивных площадок если чаще всего играют после полудня вариант а то размещение площадки идет с севера запада на юго-восток в утренние часы с севера востока на юго-запад и оптимальным является размещение с севера востока на юго-запад по длинной стороне все спортивные площадки для шумных игр должны находиться на расстоянии не менее 25 метров от окон и входов в жилые дома а для настольного тенниса и бадминтона от 15 метров также должны находиться на расстоянии 5 метров от подъездных путей для жителей городов установлена норма предоставления спортивных площадок каждый человек должен иметь площадь 1 квадратный метр спортивных площадок причем из этой площади 0,7 квадратных метров отводится под площадки а 0,3 квадратных метра под озеленение изолирующие участок от внешнего пространства площадки должны располагаться на территории самого микрорайона или в зеленой зоне отдыха не далее 300 метров от границ микрорайона четвертое рекреационно-зрелищные зоны цель устройства парков культуры и отдыха создание наиболее благоприятных условий для отдыха населения проведение разносторонней культурно-просветительской работы и спортивно-оздоровительной работы среди взрослых и детей в задачи таких парков входят организация разнообразных культурных мероприятий развлечений зрелищ отвечающих запросам различных возрастных групп информация и пропаганда научно-просветительских знаний развития физической культуры и спорта здесь размещают зеленый театр танцевальную площадку различные аттракционы желательно устройство площадки для массовых мероприятий от 3 квадратных метров на посетителя на рисунке 20 представлены примеры рекреационно-зрелищных зон в структуре детских игровых площадках и парках пятое площадки для активной деятельности ранее мы с вами рассмотрели площадки детские игровые площадки для детей ясельного возраста дошкольного возраста и младшего школьного возраста для детей старшего школьного возраста и взрослых а также подростков молодежи чаще всего организуют площадки для активной деятельности Для детей этого возраста и взрослых игровая площадка плавно меняет свой статус на спортивную. Площадка наполняется тренажерами, штангами, вертикальными лестницами, рукоходами и т.д. Все это поможет подросткам высвободить накопленную энергию, свойственную этому возрасту. Однако современные спортивные площадки для подростков и молодежи перестают быть скучными и унылыми. Можно сформировать динамичное сложное пространство, где подростки и молодежь не просто будут заниматься спортом, а также могут общаться, играть в коллективные игры, заниматься спортом как коллективно, так и индивидуально, совершенствовать свои физические навыки. Игровые зоны детских площадок могут быть разделены по возрастным категориям, функциональному назначению или представлять собой комбинированное игровое пространство. Для молодежи и детей подросткового возраста желательно формировать спортивно-игровые пространства с элементами экстремальных видов спорта – скалодромы, роллердромы, площадки для паркура и т.д. Скейт-парк – это специально построенная площадка для людей, занимающихся экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, стритбол, агрессив ролики, велосипеды, BMX, самокат, чтобы кататься и совершенствовать трюки. Скейт-парк включает в себя такие фигуры, как рампы, разгонки, перила, фанбоксы, пирамиды, ступеньки и другие фигуры для выполнения трюков. На рисунке 22 представлен пример скейт-парка. Роллердром – это место для катания роллеров, оборудованное всем необходимым. В структуре роллердрома могут быть зоны отдыха, теневые навесы и места для переобувания и переодевания. Скалодром – это тренажер в виде стены со съемными искусственными камнями различной величины и формы, которые имитируют скалу. Скалодром предназначен для развития всех групп мышц, а также сухожилий, связок и суставов. Для координации и силовой тренировки является незаменимым тренажером. Всю большую популярность у подростков и молодежи набирают скалодромы. Они могут быть как закрытыми тренировочными, так и парковыми открытыми. Веревочный парк, другие названия – канатный парк, парк приключений, тай-парк – Все это, по сути, увлекательный аттракцион и спортивная площадка в одном целом. А если точнее, то спортивная площадка, ставшая аттракционом. Он представляет собой комплекс взаимосвязанных участков для передвижения на подъем, спуск с горизонтальным перемещением в перемешку с разнообразными препятствиями различной сложности. Веревочные парки могут быть также организованы для детей более младшей группы. Устройство таких веревочных парков может хорошо вписываться в участок с взрослыми силенными насаждениями, которые с одной стороны дают хорошую тень, а с другой стороны могут являться элементами этого веревочного парка. Комплексная организация игрового пространства, продуманное функциональное зорнирование, организация игровых и рекреационных площадок позволяет сделать игровую площадку центром притяжения жителей для проведения активного досуга, общения, саморазвития. Такое пространство будет интересно всем возрастным группам и социальным категориям, что соответствует потребностям современного общества. На сегодняшнем занятии мы рассмотрели различные типы парковых площадок. Ознакомились с особенностями организации различных площадок отдыха, с необходимым набором оборудования и благоустройства их территории, с нормативными требованиями по площади, размерам и размещению спортивных и спортивно-игровых площадок. Рассмотрели назначение и роль зрелищно-рекреационных пространств. Ознакомились с принципами организации зон активного отдыха для подростков и молодежи. Список рекомендуемой литературы. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.